Добрый день всем нашим слухачам! У эфира Радио Столица начинается информационно-аналитичная программа Столичных гостей. С вами я, ведущая Алла Иванова. Сегодня в Беларуси отзначается вельми важное свято Международный день доброохвотника, у тей день волонтера. Яно тычится людей, які готовы у любую хвилину прийти на допомогу тем, кому яна необходна. Які готовы потратить свой час, каб допомогчи іншим. И особливо адметна, что в нашей краине волонтерами становятся с самого раннего взросту. Школьники, студенты и працёвная молодь вельми актуно прымают удел у шматликих мероприемствах, проектах и акциях, где допомагают людям в разных життёвых ситуациях и делятся своим опытом. Про волонтерство, як кардынуется гэты рух, где навучают основным навыкам и уменям волонтерской справы, мы поговорим с гостем нашей студии, а гэта начальник Республиканского волонтерского центра при Министерстве Эдукации Беларуси Виктория Захаревская. Добрый день! Здравствуйте! Сёня такая важная дата, Международный день волонтеров, вельми важная справа. И наугл цудовно, что у Беларуси яснуе такая установа, як Республиканский волонтерский центр. Установа гэта не так давно была створена. Что ж послужила подставой для створения гэтага центра, ну и наугу, які основные мэты, задачи? Знаете, центр – это не новая структура, но вот этот новый формат, в котором мы сейчас работаем, с 2019 года. Как все уже знают, в 2019 году прошли вторые европейские игры, где было задействовано более 8 тысяч волонтеров. И, безусловно, тот опыт, который был организован на данном мероприятии, послужил как бы новому формату работы Республиканского волонтерского центра. Это структура, которая объединяет всех волонтеров страны, осуществляет общую координацию, обучение. Это, безусловно, набор волонтеров на различные мероприятия, как малые, так и большого масштаба. То есть вот как в этом году прошли вторые игры стран СНГ, где точно так же были задействованы волонтеры, и их было задействовано более тысячи. И, безусловно, ребята отбирались по определенному принципу. Учитывался опыт волонтерской деятельности, учитывались навыки, знания английского языка, работа, коммуникация. То есть ребята прошли обучение. Обучение проходило в несколько этапах. Это теоретическая часть, которая включала в себя, вот как я уже ранее сказала, коммуникацию, что такое спортивные и неспортивные объекты, как себя вести в определенных ситуациях, безопасность как самих ребят, так и участников, и спортсменов, и посетителей. И второй блок – это практическая часть, где ребята уже отрабатывали свои навыки и умения на объектах. И вот это то, что мы говорим про спортивное волонтерство. Также Республиканский волонтерский центр как бы не ограничивает себя каким-то одним направлением. Существует ряд направлений волонтерского движения, в котором работает и организовывает свою работу. Это социальное волонтерство, спортивное, зооволонтерство, экологическое, медицинское, волонтеры по сохранению исторической памяти, событийные волонтеры. То есть направлений достаточно много. И это все наша молодежь, ребята, серебряные волонтеры, которые у нас есть. Это огромный пласт работы. Широкий таки спектр дейностей, шмат на керунках, якими займаются волонтеры. Республиканский волонтерский центр – это главная такая организация, цигаловная, якая координует то, что отбывается на огол. Таким чином есть еще структурные подразделения по всей республице? Да, скажем так. Есть республиканский волонтерский центр. Он работает при поддержке Министерства образования. В каждом учреждении высшего образования создан волонтерский центр, который включает в себя различные направления деятельности, то есть некоторое количество отрядов, а также в учреждениях среднеспециального профессионального образования, в учреждениях среднебазового образования. То есть тоже существуют различные волонтерские отряды, волонтерские инициативы, которые объединяются для общего дела. А также существует ряд организаций, у которых одно из направлений деятельности – это волонтерское движение. Это Белорусский Республиканский Союз Молодежи, это Белорусский Красный Крест, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО. То есть у них тоже одно из направлений – волонтерское движение, где тоже как бы, ну, в которых принимают участие. Ну, знаете, как есть республиканский волонтерский центр, есть молодежь, которая принимает участие. Я никогда не говорю, что мои волонтеры, безусловно, это волонтеры страны, это волонтеры учреждений образования, которые готовы делать что-то хорошее для себя, для людей, для государства, потому что это граждане нашей страны. Целком з вами згодно, что это люди, которые несут корысти, которые свое життя, свой вольный час приносят для того, как иншим, да помогчат тем, кто это имеет потребу. Вы отзначили, что и молодь, и представники серебряного взросла, люди розного взросла могут стать волонтерами. И кого больше молодей людей, больше старейших, и тех, кто жадает стать волонтером? Ну, волонтерство, наверное, не имеет возраста. Это, наверное, самый главный критерий, потому что сейчас очень активно подключаются к волонтерской деятельности учреждения дошкольного образования, потому что им тоже это интересно. И у нас есть открытие года, где самые юные волонтеры Каменецкого детского сада и руководитель, который помогает, рассказывает и направляет. То есть, если правильно сказать, с самого раннего возраста можно привить все то самое чистое, светлое, доброе, которое будет вот расти вместе с нашим подрастающим поколением. Конечно, молодежи среди волонтеров гораздо больше, потому что это такая социально активная такая молодежь, которая хочет, ей это интересно. И стоит отметить, что они это делают не только для людей, которым это нужно, но и для себя, потому что у них есть возможность найти новое знакомство, получить какой-то опыт. Когда они работают волонтере в различных направлениях, то есть у них есть возможность определиться с профессией, можно и так сказать, потому что, ну, это важные навыки, которые получают ребята, пробуя что-то, испытывая что-то новое. Тем более, что у них есть максимальность попробовать себе, например, не только в социальном волонтерстве, так и еще и в спортивном, еще и в экологичном и на угол во всех тих направлениях, которые вы называли на начале программы. Да, соглашусь, потому что возможностей у наших ребят очень много. Но и ребята сами понимают, что они становятся частью чего-то масштабного. То есть это как и вторые европейские игры и вторые игры стран СНГ, это то, что масштабное. Кинофестиваль «Листопад», «Славянский базар» в Витебске. Они становятся частью команды, частью той волонтерской семьи, которая делает что-то общее, большое и интересное как для них, так и для окружающих. А на лучшем идее, как же ты являются волонтером? Существует ряд проектов. Вот как бы Республиканский волонтерский центр большой упор делают на методическую составляющую. Ряд проектов по обучению волонтеров и проекты по обучению координаторов. Так, с начала 2019 года издано порядка шести изданий. Некоторые из них находятся в электронной библиотеке и в социальных сетях Республиканского волонтерского центра. Также в печатном виде имеются данные пособия. Вот тоже, если вспомнить, 2020 год, когда ковид внес свои корректировки, и такой первый обучающий проект, который был запущен, это антиковид. По итогам были выпущены три методических пособия с рекомендациями, как обезопасить себя, как обезопасить окружающих, как не выгореть. То есть это вот стал такой старт и как раз-таки приобрел такой новый формат волонтерства онлайн, когда ребята адаптировали различные новогодние программы поздравления для детских домов, домов престарелых в формат онлайн. Это тоже была своего рода такая интеграция ребят. Есть проекты по обучению волонтеров, курс на волонтерство, волонтерский навигатор. Вот как раз-таки проект мы только завершили. Основной идеей было создать тренерский пул волонтеров. И ребята проходили обучение трехдневное, двухдневное, то есть тоже в нескольких этапах ребята обучались, как работать с группой, как проводить тренинги, мастер-классы различные лекционные, то есть ораторское мастерство, коммуникация. И вот после окончания ребята получили справки о том, что они тренера равного обучения. И их задачей основной было пойти и уже как бы нести полученные знания, полученный опыт ребятам в школы, колледжи. То есть мы работаем и по запросу. То есть ребята могут прийти, провести уроки. Также ребята сами находят организации, в которых бы они проводили уроки. Курс на волонтерство у нас работает сейчас с нашими партнерами в «Лидере». Точно так же, когда ребята со всего города Минска, различные смены, приезжаем, рассказываем о волонтерстве, о проектах Республиканского волонтерского центра, проводятся различные тренинги, мастер-классы и достаточно много различных образовательных площадок. Совсем недавно тоже запустили, у нас был такой проект волонтера ЗОЖ, где основной подачей материала была именно профилактика употребления распространения психоактивных веществ. То есть это тема, которая как бы лежит на поверхности. И важно понимать, показать, что здоровый образ жизни, это круто, здорово, интересно, потому что это действительно классно. Знаете, очень здорово наблюдать сейчас в новых микрорайонах, когда строительство домов предусматривает не только детскую площадку, но и спортивные сооружения. И если раньше наблюдалось, что это на скамеечках молодежь, например, с какими-нибудь напоями махчаем эти, с цигаретами, так, вот они могли сядеть здесь, проводить час, то есть оперы. А теперь они на тренажерах находятся, но это важно, важно адаптировать среду под подрастающее поколение, видеть, интересоваться, то, что им интересно, и давать им эти возможности. Мое мнение, что у молодежи сейчас гораздо больше выбора, где они могут себя реализовывать. И с удовольствием, что они выбирают все же таки корыстные, убавленные часы, некие свои занятки, такие, которые и им, воволь, на корысть идут, для их организма, для их развития, и им лико на корысть держат. Я полностью согласна, потому что наши ребята делают правильный выбор. Это видно, потому что, ну, как бы мой основной вот потенциал, с которым я работаю, это как раз таки молодежь, учащаяся, студенческая, да, и важно, важно видеть, что они хотят, и делать все возможное для того, чтобы помочь, услышать ребят, потому что, ну, большинство инициатив исходит от ребят. Ну, вообще, от кого получить тот продукт, который будет интересен молодежи, когда они в своем кругу общаются, говорят, о, вот это классная идея, давайте. Вот у нас как раз таки проходит одна из таких образовательных частей, это онлайн-лагерь «Юный волонтер». Он проходит в каникулярный период, и это была инициатива самих ребят, самих волонтеров. И в каникулярный период, если мы берем осень, зиму и весну, когда это буквально неделька, то он проходит в каком-нибудь из направлений. Летом же мы берем практически две недели на лагерь, где абсолютно все направления деятельности. В онлайне проходят игры, тренинги, и даже мафия в онлайне. Вот, и, то есть, вот это наполнение. И очень большой отклик, потому что ребята абсолютно со всей республики, абсолютно в разных уголках могут принять участие и узнать то, что будет им максимально интересно. Но главное, что была услышана инициатива самой молодежи. Давайте попробуем. И теперь, ну, как бы, это один из традиционных проектов республиканского волонтерского центра. Паспробовали, и гэта спатрэблилася, и гэта в угле стала цікавой, карысной молодежи. Да. Пусть я зрозумела, что у вас такая широкая наога існая программа, специфика по навучанні волонтерства, шмат проектов розных. А што тычыцца обмену вопытам партнерства ці международнага супрацовництва республиканскага волонтерского центра? Достаточно активна. То есть, опять же, вот, если мы говорим и внутри государства, это БРСМ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Красный Крест, у которых тоже есть волонтерские проекты. Но, знаете, што такое волонтерская деятельность? Все по наитию, когда ты пришел в детский дом, ты же не знаешь, как тебе правильно поступить. И для этого как раз-таки, ну, это только вот пример как детского дома, да даже, наверное, и зоу волонтерства, если взять. То есть, недостаточно просто, наверное, приехать, привезти корм. Да, это важная составляющая. Но есть очень много потребностей. То есть, и к этому нужно обратить внимание на то, что выброшенные животные, которые попадают в приюты, это, безусловно, их кто-то взял. Даже вот эти животные, они же не родились бездомные. Уже от того, кто остался на улице, мы получаем вот тот результат, который имеем. И важно обратить внимание, что все равно это очень трудоемкий процесс, которому нужно тоже какие-то знания и опыт. А опыт, ну, получаем мы из общения друг с другом. А международные проекты, вот в 23-м году были подписаны два соглашения. Одно с добровольческим центром городом Уфы и добровольчеством Калининграда. То есть, созданы вот дорожные карты, планы взаимодействия. И вот ребята принимают участие уже в совместных мероприятиях. А также сейчас вот делегация Республики Беларусь примет участие в международном фестивале «Мы вместе» в Российской Федерации. Это тоже огромнейший конкурс, которым принимают участие со всего мира. И это волонтеры, это какая-то гуманитарная помощь. В состав делегации входят, безусловно, волонтеры и координаторы волонтерских центров, у которых будет возможность повзаимствовать опыт у коллег и рассказать, поделиться своим опытом. Цудовненько. На угол, яка ясная подтрымка и захвачивание волонтеров? Как бы я был таки стымул постоянно вот что стиробить, некую инициативу проявлять? Главный стимул ребят это то, что они получают от окружающих. Мне кажется, что это главный вот этот вот подарок, это хорошие, положительные отзывы тех, кому ты помог. Существует ряд мотивационных, поощрительных мероприятий, которые проходят для волонтеров. Безусловно, различные конкурсы, в которых принимают ребята участие. Они получают за это ценные призы, подарки, но, безусловно, не получают опыт, опыт, который дает им возможность двигаться дальше. Сегодня, по кольке, Международный день волонтера, так само, наполнено, есть некие особливые мероприемства. Да, да. Сегодня проходит торжественная церемония чествования наиболее активных ребят, внесшие вклад в развитии волонтерского движения в стране вот в текущем году. Это более 120 ребят со всей республики, абсолютно разных возрастов, на одной площадке, и как раз таки это та площадка, которая станет местом обмена опытом, и расскажет каждый о своих возможностях, что делали они, и какие планы у них на будущее. На завершение давайте яше расскажем, калей, кто стез захочет стать волонтером, титу сярод молоди, титу с людей серебренного взрослого. Куда звертаться, что им робить? Главное желание. Если у них есть желание, то они смогут применить и найти возможности реализовывать себя. Социальные сети республиканского волонтерского центра. Если это студенческая молодежь, то они могут обратиться в учреждение высшего образования, к администрации своего учреждения образования, для того, чтобы проявить себя, и уже руководство, либо вот как раз-таки координаторы волонтерских центров, они тоже с удовольствием примут, потому что желание нельзя упускать, поэтому это важно ценить, и важно не потерять эту мотивацию. Ну что ж, есть у вас махчимость повиншовать всех волонтеров с профессийным святом? Я очень ценю каждого участника волонтерского движения. Это безусловно люди, которые не ограничивают себя ни в чем. Хочется сказать огромное спасибо, выразить огромнейшую благодарность каждому участнику, потому что маленькой помощи не бывает, и даже самое маленькое должно оставаться замеченным, не оставаться в тени. Дорогие волонтеры, вы все огромные молодцы, мы вас очень любим и ценим ваш труд. Спасибо. Ну что ж, я долучаюсь до вашего такого цудовного и теплого веншавания. Сыправды, волонтерская справа, она вельми важная, она вельми добрысумленная, она такая особливая, и самое головное, что она приносит корысть нашему громадству, она закранае кожного человека, який мае потребу в допомозе. Нагадаю, сенне у программе промалаудел начальника Республиканского волонтерского центра Виктория Захаревская. Дякую вам великую за интересную разговору. Для микрофона працавала Алла Иванова. До встречи!